Ура! 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 Мы можем начинать! Всем чмок пузика! Мы продолжаем Элизера Ютковского. 3-Race Collide? Да, она вроде как оригинально называется. 4-8. Четвертая глава из восьми. Интерлюдия с Исповедником. Они остались вдвоем в привилегиуме председателя конференции, огромном приватном помещении, которое уместнее смотрелось бы на планете, чем в космосе. Стены, пол и потолок привилегиума демонстрировали великолепнейшую голограмму окрестного космоса. Далекие звезды, солнце местной системы, разлетающиеся остатки новой и тлеющее свечение карликовой звезды, которая высасывала водород из главной, пока не заставила ее вспыхнуть. Они будто падали в пустоте. Эйкон сидел в центре комнаты на краю кровати с балдахином, уткнув голову в ладони. Усталость притупила его ум в самый неподходящий момент. Так всегда бывало в кризисных ситуациях, но это оказалось особенно скверным. При данных обстоятельствах он даже не решался занюхать дорожку кофеина, чтобы не сместить свои приоритеты. Человечество до сих пор не изобрело чисто энергетического наркотика, такого, что усиливал бы мышление. Но не в малейшей степени. Алик поддержал носоточку и сообщает о чувстве, когда человека можно увезти из еяней, но еяня из человека нет. Ссылочка какая-то от Алика. Сомневаюсь, что нам по формату такая ссылочка. Я посмотрю, конечно, что у тебя там за имгур. Какой кошмар. Какой кошмар. Капибара развернули на границе, забыл открыть маленькую Z на углу лобовыхи, грузины. Я всей такой информации в интернете не верю, потому что просто даже не буду факт-чекать. Но если ты забыл отклеить маленькую Z на углу лобовыхи, то пошел ты нахер, дегенерат. Туда тебе и дорога. Тупорылый. Если такой человек существует, вы знаете, что я о нем думаю. Такого, что усиливал бы мышление, но не в малейшей степени не затрагивал эмоции и ценности. Кофеин, кстати, затрагивает эмоции, будь здоров. Я не знаю, что думать, сказал Эйкон. Корабельный исповедник неподвижно стоял рядом в полном облачении и серебристом капюшоне. Из-под капюшона донеслись ритуальные слова. Что вас смущает, мой друг? Мы где-то ошиблись. Как Эйкон не устал, он не мог скрыть отчаяние в своем голосе. Человечество пошло по неверному пути. Исповедник долго молчал. Эйкон ждал. Вот почему он не хотел обсуждать эту тему ни с кем другим. Только исповедник действительно думал перед тем, как ответить на вопрос типа этого. Я сам часто раздумывал над этим, сказал, наконец, исповедник. Эйкон удивился. В нашей истории было столько ситуаций выбора, столько развилок. Каковы шансы, что мы сделали верный выбор на каждой? Капюшон отвернулся в сторону корабля сверхсчастливых. Тот был невидим на большом расстоянии, но каждый на борту невозможного возможного мира знал, где он. На некоторые аспекты вашего вопроса я не могу ответить, милорд. Среди всего экипажа, возможно, я разбираюсь в этом хуже всех. Но ведь вы понимаете, милорд, что ни дитаеды, ни сверхсчастливые, ни доказательство того, что мы пошли не туда. Я только хотел это сказать. Если вы не переживали из-за этого раньше, нет причин начинать переживать сейчас. Дитаеды борются за право есть детей, сверхсчастливые хотят быть сверхсчастливы. Но ни то, ни другое не указывает нам, как правильно. Они не задаются нашим вопросом. И не важно, какое слово их языка переводчик связал с нашим словом. Должны. Если вас смущает только это, милорд, возможно, я готов развеять ваши сомнения. Я знаю теорию, устало сказал Эйкон. Мне пришлось учить метаэтику в раннем детстве. С 16 лет от роду. Еще совершенным ребенком. Просто так, без оснований. Я ни за что не поддался бы соблазну поверить, что Бог, или антологически фундаментальные моральные факты, или что-нибудь еще имеет право избавить меня от сомнений. Эйкон склонился ниже. Но почему-то это не имеет значения, когда глядишь на третью леди и задаешься вопросом. Почему, когда перед нами орет или плачет десятилетний ребенок со сломанным пальчиком, мы, люди, только частично обезболиваем участок? Капюшон исповедника вновь развернулся в сторону Эйкона. Вы понимаете, что в вашем мозгу буквально прошита генерация сигналов об ошибке при виде человекообразной фигуры, выражающей мнение, отличное от вашего. Вы понимаете это, милорд? Знаю. Этому нас тоже учили. К сожалению, я только сейчас начал понимать, что всю жизнь только следовал социальным нормам, и никогда как следует не продумывал эту тему для себя. До сегодня. Из-под капюшона донесся вздох. Хорошо. Вы хотели бы жить абсолютно безо всякой боли и скорби, непрерывно занимаясь сексом? Ну, не совсем, сказал Эйкон. Фигура под мантией пожала плечами. Вы вынесли решение. Что еще? Эйкон посмотрел прямо в лицо на нему под мантией, под капюшон, заполненный голограммой темной мглы, в тень, что всегда скрывало лицо. Голос был тоже анонимизирован, изменен чуть-чуть, неназойливо, но так, чтобы исповедника никогда нельзя было узнать по голосу. Эйкон даже не представлял, кем является исповедник без мантии. Ходили слухи, что некоторые исповедники каким-то образом ухитряются появляться в обществе незамаскированных... незамаскированных самих себя. Эйкон вздохнул. Вы сказали, что среди всех людей только вы не можете сказать, по верному ли пути идет человечество. То, что вы исповедник, не может играть роли, рационалисты тоже люди. А еще вы сказали, третьей леди, что вы слишком старые, чтобы принимать решения за наш вид. Так, сколько же вам лет, уважаемый предок? Настало молчание. Оно длилось недолго. Как будто заранее все предвидев, подготовив и запланировав, исповедник легко поднял руки и стянул капюшон, обнажая несмешанное лицо со странного цвета кожей и шокирующей резкими чертами. Лицо из забытой истории, из времен до генетического смешения 21 века, не затронутое ни вставками в ДНК, ни расселением по космосу. Эйкон почти ожидал этого, но его дыхание все равно прервалось. Меньше одного на миллион. Такова была доля людей, рожденных на Земле до изобретения антиагатики и межзвездных полетов. Пять веков назад. Поздравляю, вы угадали, сказал исповедник. Его голос почти не изменился, но стал сильнее и мужественнее. Значит, вы были еще тогда, сказал Эйкон. Он едва дышал и старался не выдать этого. Вы жили в то время в первую биотехнологическую революцию. Ведь как раз тогда решался спор, не пойти ли нам по пути сверхсчастливых. Исповедник кивнул. На чьей вы были стороне? Лицо исповедника на миг застыло, а потом он издал короткий смешок. Вы совершенно не представляете, что тогда происходило. Думаю, это естественно. Не понимаю, сказал Эйкон. И никакими словами я не смогу вам объяснить. Это за пределами вашего воображения. Я был вором и убийцей. Я продавал несертифицированные тяжелые наркотики. Из всех моих занятий только это хоть немного походило на труд. Даже не пытайтесь вообразить, милорд, мой уважаемый потомок, что мне когда-либо предлагали встать на чью-нибудь сторону. Эйкон отвел глаза от жгучего взгляда несмешанного человека. Было что-то неправильное в слабой тени гнева, который владел им и сейчас, через пятьсот лет. Но прошло время, сказал исповедник, и все изменилось. Его взгляд больше не фокусировался на Эйконе. Он смотрел куда-то далеко. Есть старое изречение. Ужаленный одной пчелой готов дорого заплатить за лекарства. Но ужаленный пятью пчелами не столь высоко оценит удаление лишь одного жала. Таково было человечество в древние времена. Глубоко неправильный мир, где скудные ресурсы альтруизма разбрасывались между десятью тысячами страдальцев. И ни одного не спасали. И все-таки... В какой-то момент мы перешли рубеж, продолжал исповедник. Безо всякого заметного апокалипсиса. Стало меньше войн. Меньше голода. Продвинулись технологии. Выросла экономика. У людей стало больше ресурсов на благотворительность. И альтруистам все реже приходилось выбирать между объектами помощи. Однажды они пришли даже ко мне и выручили меня. Земля очистилась. С тех пор, как только появлялась серьезная угроза, Вся планета бросалась на нее и устраняла опасность. Люди, наконец, научились действовать сообща. Исповедник подвигал челюстями, как будто что-то застряло у него в горле. Сомневаюсь, что вы способны вообразить, мой уважаемый потомок. Какой невозможной мечтой это было когда-то. Но я не назову избранный путь ошибочным. Нет. Я могу вообразить. Спокойно сказал Эйкон. Я как-то пытался читать интернет эпохи до рассвета. Я думал, что хочу знать... Да, я действительно хотел, но... Я просто не смог выдержать. Вряд ли кто-либо, кроме нас, кроме вас на нашем корабле, смог бы. Уважаемый предок. Почему бы нам не спросить вашего совета, что делать с детоедами и сверхсчастливыми? Вы же единственный из нас, кто действовал в настолько чрезвычайных ситуациях. Нет, сказал Исповедник, словно изрек абсолютный запрет откуда-то из-за предела Вселенной. Вы... Тот мир, который мы хотели создать. Хотя я не могу говорить «мы». Это просто искажение памяти, романтический отблеск на истории, погруженный в туман. В то время я не был одним из тех мечтателей. Я просто был заключен в собственный кокон. Чуть попозже, через часок, наверное. Хорошо, спасибо. В то время я не был одним из тех мечтателей. Сори. Я просто был заключен в собственный кокон страдания. Но если моя боль значила хоть что-то, Эйкон, то лишь как часть цены, уплаченный за мир, лучше, чем тот. Если древняя земля вас ужасает, разве это не значит, что все удалось как надо? Вы прекрасные, светлые дети. И это ваш мир. И вам самим решать, что с ним теперь делать. Эйкон пытался было возразить. Исповедник остановил его жестом. Я действительно так считаю, милорд Эйкон. Это невежливый идеализм. Мы, древние, не можем стоять у руля. Мы помним слишком много зла. Мы слишком осторожны, чтобы отважиться, смело идти вперед. Вам известно, что одно время секс не по взаимному согласию был вне закона. Эйкон не знал, улыбаться ему или морщиться. Секс не по взаимному согласию был вне закона. А сейчас у них, простите, что? Ля, какие они высокоморальные. Секс не по взаимному согласию теперь в законе. Окей. Эйкон не знал, улыбаться ему или морщиться. Это сухой закон, да? В первом веке до интернета? Ну уж, я думаю, все только порадовались, когда этот закон отменили. Не могу даже представить, насколько скучной была бы ваша сексуальная жизнь. Флетуешь с женщиной, заводишь ее, завлекаешь, и все это время знаешь, что ты в полной безопасности, потому что она не имеет права взять инициативу на себя, если ты зайдешь чуть дальше, чем следует. Окей, окей, окей. С Modern Problems, Modern Solutions. Вам нужно... Звучит как новая демографическая политика. Вам нужно освежить ваши знания истории, милорд-администратор. На достаточно общем уровне. Я хочу вам сказать, и это не общедоступная информация, что мы почти пытались свергнуть ваше правительство. Что? Спросил Эйкон. Исповедники? Нет. Да, я так и подумал, AmptyChile. Примерно... Примерно это. Что, типа, мол... А про человечество ли мы сейчас говорим? Типа, пока что мы читали произведения, мы ассоциировали, типа, дитаедов, слонишицких пипек и себя как третий... как третий корабль. Но на деле это нифига не мы, не третий корабль. Это абсолютно другие люди, которые к нам не имеют вообще никакого отношения. Но он это, к сожалению, сделал очень топорненько и грубо, потому что тут, типа, не по согласию, вне закона, очень формулировка дурацкая получилась. Нет, мы... Те, кто помнил древний мир. Мы тогда все еще обладали солидным капиталом и огромным влиянием в грантовых комитетах. Когда наши дети узаконили изнасилование, мы решили, что будущее пошло не тем путем. Эйкон раскрыл рот. Вы были настолько ханджами? Исповедник покачал головой. У меня нет слов, сказал он. Вообще нет слов, чтобы это вам объяснить. Нет, это было не ханджинство. Это была память о зле. Хм... Сказал Эйкон, он старался не улыбаться. Не могу даже вообразить, какое зло могло произойти от изобилия неконсенсуального... секса. И не пробуйте, милорд, сказал Исповедник. Он, наконец, засмеялся, но несколько страдальчески. Без, так сказать, личного опыта вы действительно не сможете вообразить и пытаться бессмысленно. Ладно. Из чистого любопытства много ли вы потеряли? Исповедник как будто на мгновение замер. Что? Много ли вы потеряли на рынке законотворческих прогнозов, когда поставили деньги на какие-нибудь ужасные последствия отмены запрета? Хе-хе. Нет, вам действительно не понять, сказал Исповедник. Теперь его улыбка была настоящей. Но теперь вы знаете, да? После этого разговора вам ясно, почему меня нельзя допускать к принятию решения за человечество. Эйкон смутился. Это было странно. Он чувствовал нутром, но не мог объяснить словами, почему. Он просто ощущал неправильность. Теперь вы знаете, повторил Исповедник. И поскольку мы помним так много зла, и поскольку для этой профессии хорошо быть пятисотлетними, многие из нас стали Исповедниками. Исповедниками. Нам легко проповедовать пессимизм, ведь в большинстве случаев рационалисту приходится остужать людей, а не подбодрять. Мы советуем, но не руководим. Спорим, но не решаем. Мы идем вместе с вами и стараемся не слишком впадать в шок от того, что радуемся жизни почти так же, как вы. Да вы сами окажетесь в моей роли через пятьсот лет. И если человечество переживет эту неделю. Ах, да. Сухо отсказал Эйкон. Чужие. Текущий предмет обсуждения. Да. У вас есть идеи? Только одна. Мне и вправду жаль, что человечество не одно во вселенной. Эйкон внезапно нажал кулак и с силой ударил по кровати. Блядь! Я знаю, что почувствовали сверхсчастливые, когда увидели, что мы и дитаеды не исправили себя. Вы понимаете, что это означает? На что похожа остальная вселенная с точки зрения статистики? Пусть даже в нашей выборке всего два экземпляра. Наверняка где-то есть симпатичные соседи. Точно так же, как в глубинах бесконечной вселенной наверняка есть моя точная копия вплоть до отдельных атомов. Но все, кого мы реально встретим, вероятно окажутся... Эйкон перевел дыхание. Ах, черт, ведь никто не думал, что будет так. Всех трех видов есть эмпатия, есть симпатия, есть ощущение справедливости. Да у дитаедов даже есть литература, даже искусство! Разве этого недостаточно? Разве не казалось, что этого достаточно? Но все, что мы имеем, это достаточно похожая система отчета, в которой мы друг для друга кошмар. Не поймите неправильно, сказал исповедник. Но я рад, что мы встретили дитаедов. Слова застряли у Эйкона в глотке. Что? Полуулыбкой скривило лицо исповедника. Потому что, если бы мы не встретили дитаедов, мы не смогли бы спасти их детей, не так ли? Если бы мы не знали о них, это не означало бы, что их нет. Дети дитаедов все равно существовали бы, все равно умирали бы в ужасной агонии. Мы просто не могли бы им помочь. Не знаем мы о детях, они не лежали бы на нашей совести, ни на нашей ответственности. Нет, это не та задача, для которой вы, вероятно, оптимизированы. Исповедник сделал паузу. Да, конечно, я понимаю, что вы сейчас чувствуете. Но на этом корабле я символ желания людей мыслить разумно. И моя обязанность продумывать идеи странные, но логичные. А сверхсчастливые, спросил Эйкон, технологически высшая раса, которая, возможно, захочет уничтожить нас или лишить свободы, или отобрать наших детей, для вас это тоже луч надежды? Сверхсчастливые похожи на нас, сказал Исповедник. Мы могли пойти путем сверхсчастливых. Да мы почти и пошли. Вам трудно представить, насколько прекрасным в определенных обстоятельствах кажется отсутствие боли. В некотором смысле можно сказать, что я сам пытался пройти этот путь, хотя и не был особо компетентным нейроинженером. Если бы человеческая природа была лишь чуть-чуть другой, нас бы запросто захватил этот аттрактор. И цивилизация сверхсчастливых нам не враждебна, какими бы чудовищами мы ни казались им. Как минимум, это хорошее свидетельство о том, что может представлять собой остальная вселенная. Исповедник сделал паузу и... и... Голос исповедника стал тверже. И сверхсчастливые спасут дитаецких детей независимо от того, справится ли с этим человечество. Учитывая, сколько их умирают и в каких муках, эта задача должна перевесить даже наше собственное уничтожение. Как говорится, заткнись и умножай. Да ладно, сказал Эйкон. Он был настолько удивлен, что даже не шокирован. Если бы сверхсчастливые не появились, нам пришлось бы... Ну да, нам пришлось бы хоть что-то сделать с дитаедами, раз уж мы решили. Мы не могли бы просто стоять и смотреть на... Холокост, предложил исповедник. Хорошее слово. Да, мы не могли бы просто стоять и смотреть на Холокост. Осуждаю на всякий пожарный. Холокост плохое слово. Не баньте. Это они в книге говорят. Вы не поверите, милорд, на какие вещи люди могут просто стоять и смотреть. Ой, что ж ты выбрал эту книгу-то сейчас, Эмпти Чайлд, вот что сейчас тебе не... Осознаете ли вы масштаб затрат капитала, труда, а может и человеческих жизней, которые потребуются для захвата всей дитаецкой цивилизации? Отследить каждый отрезок их туннельной сети, довести наше технологическое превосходство до предела и построить настолько быстрые корабли, чтобы они догоняли каждый убегающий дитаецкий корабль. Сори, говорит Эмпти Чайлд. Надо говорить сори над сори. Понимаете ли вы... Пипец как в тему, да? Жесть. Аж... Аж трясет. Простите, но это просто фактическая ошибка. Боже, подумал Эйкон. Не часто приходится говорить такой исповеднику. Сейчас не времена вашего детства, уважаемый предок. Мы теперь объединенная мать его человечества. Если бы не пришли сверхсчастливые, нам пришлось бы сделать все для спасения дитаецких детей. Вы же видели лорда-пилота, леди-сенсор? Они были готовы отделиться от цивилизации, лишь бы сделать эту работу. Именно так, уважаемый предок, отреагирует большинство. Ненадолго, сказал исповедник, когда впервые услышат новости. Когда разговоры еще ничего не будут стоить? Когда они еще не увидят расценок? Пипец, so true and real. А когда увидят? Вот тут-то и настанет неловкое молчание. Каждый будет сидеть и ждать, что действовать начнет кто-то другой. И быстрее, чем вы можете вообразить. Люди привыкнут к такому положению. Все будет выглядеть совсем не так шокирующе, как в начале. Дитоецкие дети умирают в ужасной агонии, в желудках своих родителей. Да, прискорбно, но ведь так было всегда. Это будут уже не новости. Это все будет частью жизни. Вы что-то курили? спросил Эйкон. Не самая вежливая фраза, но он не смог найти других слов. Голос исповедника был холоден и тверд, как железное солнце после тепловой смерти вселенной. Невинное дитя, если бы вы видели, как вашего старшего брата у вас на глазах избивают до полусмерти и как вяло полиция расследует дело, если бы вы видели, как ваши бабки и деды усыхают, как испорченные фрукты и уходят из жизни, а вы сами ни единым словом не протестуете, потому что считаете это нормальным, вот тогда вы имели бы право говорить мне о том, на какие вещи люди способны закрывать глаза. я не верю, что мы на это способны, сказал Икон как можно спокойнее. Значит, вы провалили экзамен на рационализм, сказал исповедник. Его непокрытая голова повернулась к фальшивым стенам и тщательно воспроизведенным звездам. Но я больше не провалю. Ля какие чертовски хорошие слова, мне нравится прям. Мне очень понравилось процену, очень просто, очень по-капиталистически и супер тру. Как же как есть такая дегенеративная присказка у нас в русском языке. Трындить не мешки ворочить, да, ребята? Только вчера мы посрались с местными товарищами из Тбилиси, тоже либерахами, ровно потому, что у них там очень дегенеративный такой людоедский взгляд на вещи. Потому что они говорят о плате цены, которую сами вряд ли бы заплатили. Бывает, бывает, бывает. Действительно. Это как разница, как убивать и говорить об убийстве. Гондор и Гондурас, друзья, Гондор и Гондурас. Да, вы чертовски правы в одном, сказал Эйкон. Он слишком устал, чтобы быть тактичным. Вас нельзя допускать к принятию решения за человечество. О, я знаю. Поверьте, я знаю. Только молодежь может администрировать. Таков договор о бессмертии. Сука. Ну, сука, ну, какое же хорошее произведение. Ну, как в тему, мать вашу. Ну, как в тему. Эйкон встал с кровати. И, кстати, это правда жизни. Если посмотреть на развитие морали и этики в современном мире, все идет ровно так же. Этические нормы лучше отпечатываются в новых поколениях. они могут принимать решения. Кажется, кажется, типа, мол, они будут забывать что-то очень старое, но на деле нет. Старое лучше как раз-таки рационально изучать. И не давать эмпирическому опыту, который есть у ребят постарше, влиять на рациональный анализ этого старого. Это прям вот охрененная тема. Само собой шероховатый путь, само собой будут спотыкаки, но в общем и целом да. Новое лучше старого. Эйкон стал с кровати. Спасибо, исповедник, вы мне помогли. Легким отработанным движением исповедник накинул капюшон на голову, и его жесткие черты исчезли во тьме. Правда? Спросил он, искаженный голос прозвучал до странности мягко после прежнего мужественного и сильного. Как? Эйкон пожал плечами. Ему трудно было найти слова. Все из-за страшного бега времени сквозь столетия и таких гигантских перемен, которые уже свершились гораздо более глубоких, чем пережитые им за всю жизнь из-за храбрости, необходимой для встречи с будущим и жертв, принесенных ради него, из-за того, что не всех удалось спасти. Наверное, вы напомнили мне, что не всегда можно получить все, что хочется. Вот такая вот глава. Мне понравился их диалог. Он офигенный. Да. Это все, что есть у философии, это мысленные эксперименты. И самая, наверное, часто встречающаяся фантазия философов это а что было бы, если бы там, я не знаю, Платон встретился с, я не знаю, с Хьюмом. О чем бы они говорили. И вот тут вот та же самая история. Вот Элизар Удивитковский какой-то такой внутренний философский диалог построил и вложил в уста этих чуваков. Это прямо чувствуется как-то. 5-8. Тройной контракт. Эйкон вошел в главную конференцрубку. Его походка была изможденной, но лицо выглядела уверенным. Следом шел окутанный тенью исповедник. Участники конференции смотрели на них и переглядывались. Вы выглядите лучше, осмелился сказать мастер фэндома. Эйкон положил руку на спинку своего кресла и помолчал. Одного человека не хватало. Инженер? лорд-программист нахмурился. Он должен он сказал, что должен провести какой-то эксперимент милорд. Он отказался объяснить, но я полагаю, что это как-то связано с данными дитаедов. Вы шутите? спросил Эйкон. Наш инженер охотится за Нобелем? Когда на карте судьба человечества? Сейчас. Лорд-программист пожал плечами. Судя по его виду, милорд, он считал это важным. Эйкон вздохнул. Он отодвинул кресло и полу уселся, полу упал в него. Корабельные рынки вряд ли успокоились, да? Лорд-пилот сардонически осклабился. Читайте сами. Эйкон шевельнул пальцами, вызывая экран. Ага. Вижу. Корабельный толкователь воли рынка докладывает. Цитирую. Все основные активы на моем рынке скачут вверх-вниз, как сраные игрушки ее. А корабельные хеджеры пытаются приноровиться к черному лебедю, который вот-вот сметет 98% планетарного рискового капитала. Даже цены по наличным расчетам на этом корабле обезумели. То ли какие-то трейдеры раздувают пузырь экспорта против апельсинового сока. Одна трейдер же по деривативам прорабатывает контракт с четко определенной выплатой в случае полного истребления людей чужими, но говорит, что на это уйдет несколько часов, а я говорю, что она под крэком. И при том реально реальное большинство людей, которые все равно готовы торговать выше гелиопаузы. Спрос и предложение разошлись так, что хоть пропихивая между ними гребаный футбольный стадион. И ничего не ясно. И я жопой чую какие-то неизолированные условные зависимости. Во что верит рынок? Ах, хуй знает. Дайте мне выпить кто-нибудь. Конец цитаты. Эйкон глянул на мастера фэндома. Из остальной команды кто-нибудь запустил на реддит свои предложения? Я знал, что на самом деле что фанда и реддит впечатляют Илья Заравитковского. На самом деле что фанда, что реддит это в нынешнем виде в котором они сейчас есть это то, что возможно только в эпохе постмодерна, которая сейчас по сути только зарождается и дает нам какие-то новые непонятные плоды, которые мы уже имеем на руках, но еще пока до конца не понимаем, что с ними делать. Один Бетховен чего стоит. Уверен, от крипты и лезера просто в восторге. В скубочках... В скубочках пять, это скорее всего сноска. Мастер прочистил горло. Это мастер над чем? Это мастер фэндома, да? Милорд, мы позволили себе отфильтровать все, что физически невозможно. Основано на чистом принятии желаемое за действительное или выдает полное непонимание натуралистической метаэтики. Я могу показать нефильтрованный список, если хотите. А что осталось? спросил Эйкон. Хотя ладно, я понял. Ну, кое-что осталось, сказал мастер. Если собрать лучшие идеи... Он вывел на обозрение маленькую голограмму. Спросить сверхсчастливых, способна ли их биотехнология так изменить мышление детей-детоедов, чтобы они, повзрослев, не захотели есть своих собственных детей. Стерилизовать нынешних взрослых, если детоедов не удастся стерилизовать, и они не сдадутся лишить их свободы. Если это слишком накладно, убить большинство. Но оставить кое-кого в заключении, чтобы сохранить их культуру для будущих поколений. Предложить сверхсчастливым альянс против детоедов, в котором мы бы предоставили капитал и рабочую силу, а не технологию. Не так уж и плохо, сказал Айкан. Его голос стал суше. Но тут никто не задается вопросом. Что сверхсчастливые намерены делать с... ...точка меры? Нами... ...нами аналогичные. Это я не знаю, что значит. Это, скорее всего, какой-то кроп перевода, да? С... ...нашими мерами нам аналогичными. Скорее всего. Что-то в этом духе. Не знаю. Это херово отрядачина. Да, милорд. Сказал мастер. Это постоянно отмечали в комментах, милорд. Ну и другая проблема. Сверхсчастливые на самом деле не в нашей рабочей силе... ...не в нашей рабочей силе, не в капитале. Мастер глянул в сторону лорда-программиста, ксенопсихолога и леди-сенсор. Не нуждаются. Это имеется ввиду, что... ...не нуждаются в нашей помощи. Да. Тут опять... Найскропшит, лорд. Sorry. Милорд. Сказал лорд-программист. Похоже, что сверхсчастливые думают намного быстрее нас. Если их когнитивная система основана на чем-то вроде ДНК, а не нейронов, то это неудивительно. На самом деле странно, что ускорение настолько... ...на столько же мало, как... ...лорд-программист замолчал и сглотнул. Милорд. Сверхсчастливые ответили на наши сигналы чрезвычайно быстро, но не мгновенно. Задержка примерно пропорционально длине ответа плюс постоянное слагаемое. Из этой пропорции, милорд, можно рассчитать, что они думают в 15-30 раз быстрее нас. В той мере, в какой правомерны такие сопоставления. Если применить закон Мура к некоторым наблюдаемым техническим параметрам их корабля, Олдерсоновский поток, плотность мощности и т.д., то можно получить правдоподобную согласованную оценку, что чужие опередили нас на 200 лет, а их научная революция произошла 12 субъективных веков назад. Субъективно-эквивалентного времени. «Если их история шла со скоростью нашей», — сказала ксенопсихолог, — «а это, вероятно, не так», — она перевела дыхание. «Милорд, я подозреваю, что у инопланетян команда из трех буквально способна управлять всем кораблем. Милорд, это означает не только превосходящие способности запрограммировать переводчик для коммуникации с нами. Это, вероятно, означает и то, что сверхсчастливые могут обмениваться между собой знанием и опытом посредством секса. Каждая особь их вида, возможно, обладает памятью их Эйнштейнов и Ньютонов и знает тысячи других областей, законсервированных, точно так же, как информация в ДНК у людей. «Милорд, я предполагаю, что их аналог Галилея жил около 30 объективных лет назад по звездному времени и что они вышли в космос около 20 лет назад». «Кирицугу». Не знаю, что это означает. «Кирицугу» — это их бледная Кирицугу, которая с ними говорит. «Тут разметка по вагине пошла, курсив должен быть, а эти фразы на следующую строку переносятся». «Угу». «Ага». «Их корабль зеркально симметричен», — сказала Леди Сенсор. «Он расширяется перпендикулярно плоскости симметрии по мере того, как поглощает пыль и излучение новой звезды. Он растет по гладкой экспоненте, но на 2% в час. А это значит, что в данной среде он способен делиться на двое каждые 35 часов». «Кирицугу» — это не исповедник. «Кирицугу» — это та белая бобень, которая сейчас за главного на корабле в «Счастливых». «Не представляю», — сказал Аксинопсихолог. «С какой скоростью сверхсчастливые размножаются? Сколько детей производят за одно поколение, и насколько рано их дети достигают половой зрелости. Но, судя по всему, эти детки оканчивают школу пораньше, чем в 20 лет». Настало молчание. Когда к Эйкону вернулся до речи, он спросил «Вы закончили?» «Если они позволят нам жить», — сказал лорд-программист, «и если мы с ними выработаем торговое соглашение в соответствии с законом сравнительных преимуществ Рикарда, то процентные ставки...» «Процентные ставки пусть провалятся и сдохнут. Были еще передачи с корабля сверхсчастливых». Леди Сенсер помотала головой. «Хорошо», — сказал Эйкон. «Откройте канал трансляции в их сторону». За столом возникло движение. «Милорд», — заговорил мастер фэндома. «Милорд, что вы хотите сказать?» Эйкон устал и улыбнулся. «Хочу спросить, какие варианты они могут нам предложить». Леди Сенсер глянула на исповедника. Капюшон в молчании кивнул. Он все еще в здравом уме. Леди Сенсер сглотнула и открыла канал. На голограмме появилась Третья Леди Кирицугу. Временный сопредседатель игрока. Языковой переводчик версия 9, культурный переводчик версия 16. В этой передаче Третья Леди была не столь бледна и выглядела более внимательной и дружелюбной. Она кинула взгляд на Эйкона и глаза тревожно расширились. «Милорд, вы страдаете?» «Просто устал, миледи». Эйкон откатился. «На нашем корабле принятие решений обычно определяется рынком, а рынок ведет себя хаотически. Мне жаль, что я заставляю вас разделять мою боль, и я постараюсь закончить побыстрее. Итак...» Уголком глаза Эйкон заметил. «Рыночек порешал!» «Я так и знал, что мы живем в мире победившего капитализма!» «Та-та-та-та-та-та-та-та-та» Уголком глаза Эйкон отметил, что инженер вернулся в комнату. Инженер, похоже, собирался что-то сказать, но замер при виде голограммы. Сейчас было не до него. «Итак», — сказал Эйкон. «Мы пришли к выводу, что принципиальные решения весьма сильно зависят от вашего уровня технологий. Что, по-вашему, вы реально способны с нами...» «На что реально вы способны с нами или дитаедами сделать?» Третья леди выдохнула. «Мне следует вначале получить от вас независимую составляющую, а уж потом передать свою. Вам стоило хотя бы об этом подумать, но тут уж нам вряд ли повезет. Может, я просто расскажу, что мы сейчас планируем?» Эйкон кивнул. «Я уже приноровился, ребята, слова вписывать внутрь. Чувствуете, да?» Эйкон кивнул. «Это будет весьма ценно, миледи». Его напряженные мышцы отчасти расслабились. Культурный переодчик версии 16 был намного проще для его мозга. Эйкон отстраненно подумал, что сейчас, наверное, его трансформированный аватар мастерски предается любви с третьей леди. «Хорошо», — сказала она. «Мы считаем, что основа для дальнейших переговоров очевидна. Достичь такого компромиссного сочетания функций полезности наших трех видов, которое взаимно удовлетворит нас всех и компенсирует требуемые изменения. Дедоеды должны уступить, перейдя к поеданию детей в досознательном возрасте». «Найс компромисс!» «Для этого эффективнее всего будет изменить жизненный цикл самих детей. Мы даже сможем наделить этих несознающих детей инстинктивным желанием убегать, кричать и генерировать простые словесные возражения, но не позволим их мозгам развить самосознание вплоть до конца охоты». Эйкон выпрямился. «Это действительно звучало по-своему довольно милосердно». «Наши два вида», продолжала третья леди, «желающие изменить дедоедов, должны предоставить им компенсацию, а именно принять их ценности, сделав наши собственные цивилизации более привлекательными в их глазах. Мы должны переделать себя так, чтобы рожать больше детей и съедать большинство из них на максимально поздней досознательной стадии». «Бичеват?» «Что?» «Конференц-рубка застыла, никто не двигался, даже лица не изменили выражений». «Ну, боленский магнитофон». «А я могу там, я не знаю...» «Мы можем договориться на том, что вот у женщины месячные, мы берем, набираем это в стакан, и специально обученные... Мессиеды, мы их будем звать, будут это делать». «Близичные, конечно». «Ммм...» «Ну, блин, ну...» «А что поделаешь?» «Ну, по-другому это уже странновато будет». «Хотя и так на грани». «Ну, там же есть яйцеклетка, как минимум. Она может быть плодом человека». «В месячных нет яйцеклеток?» «В месячных нет яйцеклеток?» «Да, я думал, что там просроченные яйцеклетки». «Конечно, женщины писают вагины, это все знают». «Назначаем по возрастанию IQ, ты первый». «Сволу камп считается...» «Хорошо, сволу камп. Сволу камп-то нормально?» «Сволу камп нормально». «Сволу камп нормально». «Все, мы решили, что тогда семиед». «Господи...» «Ай...» «Так...» «Внезапно вспыхнули те измеящиеся взаимопроникающие визуально пузыри». «Болезненные». «Культурный переводчик мог изменить картину, но не реальность». «Маловероятно, что...» «Детоеды...» «Примут эту переделку», — продолжала третья леди. «Ее придется навязывать силой. «Что касается тебя, человечества, мы рассчитываем, что ты проявишь больше здравого смысла. Но оба ваших вида, вы и детоеды, обязаны ликвидировать у себя физическую боль, стыд и любовные терзания. В обмен мы изменим наши собственные ценности в сторону ваших. Мы изменимся так, чтобы желать наслаждений более сложного характера, но не настолько, чтобы общая сумма наслаждений заметно уменьшилась. Мы научимся творить искусство, приятное для вас. Мы усвоим чувство юмора, хотя лгать мы не будем». «С точки зрения людей и детоедов, наша цивилизация приобретет много привлекательных черт, которых ранее не имела. Такова компенсация, которую мы предлагаем вам. Далее мы настоятельно просим принять от нас в дар, который, как мы считаем, усилит на его собственных условиях ценность того, что вы называете любовью. Он также позволит нашим видам заниматься сексом друг с другом посредством механических приспособлений, чего мы страстно желаем. В итоге всех этих процедур все три вида будут удовлетворять ценностям друг друга и приобретут общий фундамент, на котором мы сможем строить цивилизацию». Эйкон медленно кивнул. «Это было невероятно цивилизованно. Возможно, это была лучшая в своей категории генеральная процедура переговоров при столкновении миров». Третья леди просияла. «Кивок означает... Согласие человечества». «Он означает, что мы приняли ваше предложение во внимание», — сказал Эйкон. «Нам нужно его обдумать». «Понимаю», — сказала Третья леди. «Пожалуйста, думайте как можно быстрее. Пока вы думаете, дитаецкие дети умирают в кошмарной агонии». «Понимаю», — эхом повторил Эйкон и дал знак прервать связь. Голограмма погасла. Настало долгое страшное молчание. «Нет», — это сказал лорд-пилот. «Холодно, ровно, непререкаемо». Вновь молчание. Получается так... «Нет». «Милорд», — сказал Аксена психолог очень тихо, как будто боялась, что за эти слова ее разорвут в клочья. «Мне кажется, они не предложили нам варианта отказа». «На самом деле», — сказал Эйкон, — «они нам предложили гораздо больше, чем мы хотели предложить дитаедам. Даже не думали о компенсации». Эйкон заметил, что, как ни странно, его голос очень спокоен. Может быть, даже мертвенно спокоен. «Сверхсчастливые — очень справедливый народ. Такое впечатление, что они предложили бы в точности такое решение, даже не будь они сильнее всех. Просто навязали бы свою волю дитаедам, а сверхсчастливым сказали бы идти погулять». «Это если бы сильнее всех были мы. Но это не так. Вот в чем дело, я считаю». «Мы то, мы то!» — крикнул лорд-пилот. «Это не...» Эйкон посмотрел на него все еще мертвенно спокойный. Лорд-пилот глубоко дышал, но не то чтобы успокоиться, а будто готовился к схватке посреди какой-то несуществующей доисторической саванны. «Они хотят превратить нас в каких-то нелюдей!» «Как ты читаешь?» «А как я...» «Ты серьезно не видишь пропуска в предложениях?» «Нет, не вижу». «А, вы типа про то, что...» «Да это без разницы, здесь суть-то не потерялась». «Не знаю, короче, не приставайте. Нет, все нормально. Я слежу за этим. Слежу за этим и слежу хорошо. Я не забил... я забил на это дело, потому что здесь суть не меняется. Мы не... мы не можем... мы не должны позволить... «Предложи что-то получше или заткнись», — без выражения сказал лорд-программист. «Сверхсчастливые умнее нас, технологически выше, думают быстрее, а возможно быстрее и размножаются. Нечего надеяться остановить их военной силой. Если мы улетим, сверхсчастливые нас догонят на более быстрых кораблях. Нет способа запереть открытый туннель, и нет способа скрыть, что он существует». «Эээ...», — сказал инженер. «Все повернулись к нему». «Эээ...», — повторил инженер. «Б... милорд-администратор, я должен кое-что сказать вам наедине». Исповедник покачал головой. «Могли бы сделать это не так неуклюже, инженер». Эйкон кивнул сам себе. «Инженер уже выдал факт, что секрет существует. В данной ситуации несложно сделать вывод, что секрет связан с дитаецким архивом. Уже 80% секрета. Если он имеет отношение к физике туннелей, это еще половина остатка». «Инженер», — сказал Эйкон. «Поскольку ты уже открыл существование секрета, открой его всей конференции. Нам надо быть синхронизированными друг с другом. Две головы не комитет. Позже будем думать, как все засекретить». Инженер смутился. «Эээ... милорд, я думал, что доложу вам первому, прежде чем вы решите...» «Нет времени». Эйкон указал туда, где только что висела глаграма. «Ага», — сказал мастер фандома. «Мы всегда успеем порезать друг другу глотки, если секрет ужасен». Мастер фандома слегка усмехнулся и замолчал, увидев лицо инженера. Так, а вот где здесь настолько впихнуть надо было? Да нет, здесь фигня полная. Суть не меняется. Настолько ужасен. Да херня, да херня забейте, короче. Забейте, просто забейте. Если секрет ужасен, суть не меняется. Все правильно. Как вам угодно, милорд, — сказал инженер. Он глубоко вздохнул. «Я попросил лорда-программиста сопоставить все поддающиеся идентификации уравнения и константы в научном архиве детоедов с аналогичными нашим». Большинство идентифицированных аналогов, конечно, совпали. Кое-где наши числа точнее, благодаря нашему более высокому уровню технологий. Но есть аномалия. Детоедское значение... ...значение Олдерсоновской константы связи на 10 порядков больше нашего. «Лорд-пилот присвистнул». «Звезды небесные, как они умудрились?» «Так, как они настолько умудрились?» «Как они умудрились настолько?» Он резко замолчал. Вот так вот. «Олдерсоновская константа связи», — повторил Эйкон. «То есть связи между взаимодействием Олдерсона и...» «Между взаимодействием Олдерсона и сильным ядерным взаимодействием», — сказал лорд-пилот. Он весьма мрачно улыбался. «Это был свободный параметр в стандартной модели. Его следовало определить экспериментально. Но поскольку взаимодействие настолько невероятно слабое, пришлось построить Олдерсоновский генератор, чтобы найти число. Размером с очень маленькую луну, грубо говоря. «Определенно не тот опыт, который можно повторить дома». «Гигантский у нас...» «Это он, типа, размером с луну». «Гигантский. Размером с очень маленькую луну, грубо говоря». «Гигантский Олдерсоновский генератор, вот так вот». «Определенно не тот опыт, который можно повторить дома. Это история из учебника в физике, милорда и миледи». Мастер фэндома нахмурился. «Ты что, хочешь сказать, что физики подделали результат, чтобы получить денег на большой проект?» Он выглядел удивлённым. «Нет», — сказал лорд-пилот. «Не из любви к мощным штукам». «Инженер, дитаецкое значение должно поддаваться проверке на нашем корабельном двигателе Олдерсона. Если константа связи настолько сильна, ты проверил?» Инженер кивнул. «Дитаецкое значение верно, милорд». Инженер был бледен. Лорд-пилот сжал челюсти в сардоническом оскале. «Пожалуйста, объясни», — сказал Эйкон. «Вселенная погибнет через миллиард лет или что? Потому что если так, то время терпит...» «Милорд», — сказал исповедник. «Представьте, что законы физики нашего мира позволили бы древним грекам создать эквивалент ядерной бомбы из веществ, валяющихся под ногами. Представьте, что законы физики позволяют разрушать целые страны с лёгкостью изготовления пороха. История пошла бы по-другому, правда?» Эйкон непонимающе кивнул. «Ну да, она была бы короче». «Правда, нам повезло, что законы физики не такие. Что в наши дни законы физики позволяют изготовить дешёвое и непобедимое супероружие?» Эйкон поднял бровь. «Правда, нам повезло, что законы физики не такие. Что в наши дни законы физики не позволяют изготовить дешёвое и непобедимое оружие?» Эйкон поднял бровь. «Но, милорд, — сказал исповедник, — действительно ли мы знаем то, что мы знаем? Какие факты мы видели бы, если бы законы физики были другими? В конце концов, если физик... Если физик... Как нам кажется... Что? Если физикам... Физикам и удалось открыть лёгкий доступ к чудовищным разрушительным силам на уже имеющиеся техниками... Технике побежали бы... Вы... Всем... Рассказывать. Господи, как сложно стало. Может-таки откопать нормальный текст? Мда. Это, типа, разговор про опенгеймера и Сахарова, что ли? Так, давайте... Может быть, это кроп? Кроп такой, типа, плохой. Если я сдвину... Если я сделаю зум... Нет, ничего не изменится. Так. Дочитай по ссылке просто. Блин, ладно, хорошо. Пойду по ссылке читать. Так это же... Это же то же самое. Ну ладно. А, это курсив, типа, такой. Всё понятно. Вот собака. Я теперь понял, что здесь зафакаплено. Так. Ой. Это я... Надо скопировать сначала. Здесь теперь сделать увлечение. Сойдёт. Вот такое увлечение мне нравится. О, сойдёт. Но, милорд, сказал исповедник, действительно ли мы знаем то, что мы, как нам кажется, знаем? Какие отличающиеся факты мы видели бы, если бы законы физики были другими? В конце концов, если вы, физик, и вам удалось открыть лёгкий доступ к чудовищным разрушительным силам не на уже имеющейся технике, вы побежали бы всем рассказывать? Человеки, да, сделали бы это. Нет, ответил Лейкон. Он ощущал какую-то слабость внизу живота. Я бы оставил открытие в тайне и выдумал легенду, чтобы отводить других от исследований в этой области. Лорд-пилот издал наполовину смех, наполовину что-то гораздо худшее. Худшее. Сделано идеально. Я, лорд-пилот, и до сих пор ничего не заподозрил. Ну, так что? Спросил Лейкон. Что там на самом деле? Ээээ, сказал инженер. Ну, если по существу, опуская технические подробности, инженер перевёл дыхание, любой корабль с олдерсоновским двигателем средней величины может взорвать звезду. Молчание. В принципе, это плохая новость, сказал лорд-пилот. Но конкретно в нашей ситуации, вот здесь и сейчас, оно-то нам и нужно. Простая вспышка новой ничего им не сделает. Но если рванёт вся звезда целиком, он снова едко усмехнулся, нет звезды, нет туннелей. Мы можем превратить главную звезду системы в сверхновую. Главную звезду, а не белый карлик. И тогда сверхсчастливые нас не найдут. Не смогут проникнуть в человеческую сеть туннелей. Мы погибнем. Если кого-то волнуют такие мелочи. Лорд-пилот обвёл взглядом стол конференции. А вас волнуют? Кстати, правильный ответ нет. Меня волнует, тихо сказала леди-сенсор. И даже очень. Но... Она положила руки на стол и склонила голову. За столом закивали. Лорд-пилот глянул на инженера. Сколько нужно времени на модификацию корабельного двигателя Олдерсона? Он готов, сказал инженер. Но... Нам надо подождать, пока сверхсчастливые уберутся, чтобы они не засекли наши действия. Лорд-пилот кивнул. Уже похоже на план. Ладно, теперь можно расслабиться. А уж я-то решил, что вся человеческая раса обречена. Не мы одни. Он вопросительно поглядел на Эйкона. Милорд? Эйкон сидел, подперев голову руками. И почему-то чувствовал больше усталости, чем когда-либо в своей жизни. По другую сторону стола сидел исповедник и смотрел на него. Или Эйкону так казалось, но капюшон был повернут в его сторону. Я же вам говорил, молчал исповедник. Кое-что не так с твоим планом, сказал Эйкон. А именно, спросил лорд-пилот. Ты кое-что забыл. Одну крайне важную вещь. Однажды ты поклялся защищать это. Все непонимающе смотрели на него. Если ты говоришь про что-нибудь чертовски смешное, типа безопасности корабля, начал лорд-пилот. Леди Сенсор охнула. О нет, пробормотала она. О нет, дети дедоедов. Лорда-пилота будто ударили в живот. Мрачные улыбки за столом сменились гримасами ужаса. Да, сказал Эйкон. Он смотрел в сторону. Ему не хотелось видеть нищую реакцию. Сверхсчастливые не доберутся до нас, но и до дедоедов. Но и до дедоедов тоже. Как и мы. И дедоеды будут пожарить своих детей и дальше. И дети будут умирать целыми днями в желудках своих родителей. Вечно. Человеческая раса этого стоит? Эйкон снова бросил взгляд на людей за столом. Ксенопсихолог оказалась больной. Слезы бежали по щекам мастера. А лорд-пилота как будто медленно разрывали пополам. Лорд-программист выглядел отстраненно. Леди Сенсор закрывала лицо руками. А лицо исповедника по-прежнему пряталось в тени под серебристым капюшоном. Эйкон закрыл глаза. Сверхсчастливые превратят нас в нечто нечеловеческое, сказал он. Или даже нет. В нечто менее человеческое. Но не слишком менее. У нас по-прежнему будет искусство, литература, любовь. И я немало времени провел без боли. В целом это не так уж плохо. Слова застревали в горле. Ему было очень страшно. Ну ладно. Если остаться самими собой настолько важно, то у нас есть вариант. Вопрос лишь в цене. Принести в жертву дитаецких детей. Они на самом деле совсем как человеческие дети. И тем самым спасти человечество. Причем не столько спасти человечество, сколько отсрочить всю эту историю. Оставьте дитаедов покоя на определенное количество времени. Они умирали веками. Разница лишь в том, что об этом знаете сейчас. И это очень большая разница. Не знание, а о чем-то, на что ты мог повлиять. И знание, но игнорирование и забивание болта – это разные вещи. С этической точки зрения 100%. Кто-то кричал. Тонкий, подавленный виск не похожий ни на какой звук из тех, что Эйкон прежде слышал или хотел бы услышать. Возможно, лорд-пилот или мастер-фандома или инженер. Он не стал открывать глаза. Прозвенел колокольчик. Вызов корабля. Выдавила леди-сенсор из себя слова, как кислоту. Сверхсчастливых, пилорд. Эйкон открыл глаза, но почему-то тьма не рассеялась. Принять. Перед ним возникла третья леди Кирицугу. Ее глаза расширились при виде Эйкона, но она промолчала. Да, миледи, я не сверхсчастливо выгляжу. Человечество, мы ждем твоего ответа, просто сказала она. Лорд-администратор сжал переносицу, потер глаза. Но не абсурдно ли, что одному человеку приходится отвечать на такой вопрос? Ему хотелось спихнуть решение на комитет, на большинство голосов, на рынок, на что-нибудь не требующее ни от кого полной ответственности. Но эти способы не годились. Для управления кораблем в обычных обстоятельствах и вряд ли сгодились бы в необычных. Он администратор. Он должен выслушать все аргументы, просуммировать их и вынести решение. Эксперименты показали, что никакая организационная структура из-за не администраторов не справится с тем, к чему он подготовлен и на что мотивирован. Все работающие способы были просто включены в административную процедуру взвешивания аргументов. Личное решение Личная ответственность в случае ошибки Абсолютная власть и абсолютная подотчетность И никогда не забывайте второе, милорд А не то вылетите с работы, как только вернетесь домой Одна непростительная ошибка, милорд И вся ваша лежащая на депозите зарплата за 120 лет Источник столь приятно стабильного дохода Испарится, не успеете вы вздохнуть Ах да, на этот раз будет платить еще и весь человеческий род Я не могу говорить от имени всего человечества Сказал лорд-администратор Я могу принять... А, подожди, стоп, стоп, стоп Лорд-администратор, это он, я что-то как-то... И Чачара читает? Да, конечно Я не могу говорить от имени всего человечества Сказал лорд-администратор Я могу принять решение, но другие, возможно, решат иначе Вы понимаете? Третья леди сделала легкий жест, как будто это ничего не значило Вы какое-то исключение среди других людей, принимающих решения? Эйкон склонил голову Ну, не особенно Тогда ваш ответ будет сильным индикатором ответов других ваших коллег, сказала она Трудно представить, что варианты ответа имеют в точности равный вес вашей механизмы принятия решений Несмотря на вашу неспособность высказывать предпочтения Эйкон медленно кивнул Тогда... Он привел дыхание Несомненно, любой вид, достигший звезд, должен понимать дилемму заключенного Если вы не способны сотрудничать, вы разрушите ваши собственные звезды Как выяснилось, взорвать звезду очень просто Человечество самозванец рядом с дедоедами и сверхсчастливыми Человечество засекретило свою мощь от самого себя Другие две расы просто не стали совершать глупость Только таких и можно встретить между звезд Сверхсчастливые сделали все возможное для сотрудничества Они максимально честно пошли навстречу Людям оставалось лишь сделать то же самое Что касается меня, я склонен принять ваше предложение Он не смотрел вокруг, не следил за реакцией остальных Возможно, у человечества появятся к вам другие вопросы Добавил Эйкон Когда встретятся наши представители Ваша технология опережает нашу Третья леди улыбнулась Мы, конечно, вполне положительно отнесемся к таким просьбам Если не ошибаюсь, наше первое послание вам гласило Мы любим вас и хотим, чтобы вы были сверхсчастливы Мы разделим с вами радость и будем вместе получать удовольствие Эйкон не мог заставить себя улыбнуться Это все? А, это все? Корабль дитаедов Сказала третья леди Тот, что не выстрелил в вас, хотя увидел вас первым Значит ли это, что вы союзники? Что? Не подумав, произнес Эйкон Нет Милорд! Крикнул исповедник, но слишком поздно Милорд! Голос леди Сенсор надломился Сверхсчастливые выстрелили в корабль дитаедов и уничтожили Эйкон в ужасе уставился на третью леди Сожалею Сказала третья леди Кирицугу Но наши с ними переговоры провалились Как мы и предсказывали Мы ничего им не должны И ничего не обещали Теперь будет гораздо легче проникнуть в их туннельную сеть, когда мы вернемся Любая задержка причинит страдания их детям Понимаете, милорд? Да Сказал Эйкон подрагивающим голосом Понимаю, миледи Кирицугу Ему хотелось протестовать, кричать, но война только начиналась И это, возможно, могло спасти Вы предупредите их? Спросила третья леди Нет Ответил Эйкон Это было правдой Трансформация дитаедов будет проведена раньше вашей Мы оцениваем длительность этой операции в несколько недель вашего времени Надеюсь, вы не против того, чтобы подождать Это все Сказала третья леди И голограмма погасла Корабль сверхсчастливых уходит Доложила леди Сенсор Она тихо плакала, но продолжала исполнять обязанности Они нацелены на вход в свой туннель Хорошо, сказал Эйкон Поехали домой Мы должны отчитаться о переговорах Раздался невнятный рев, будто чья-то глотка пыталась взломать стены конференц-рубки И лорд-пилот вырвался из кресла, выломав все наложенные им на себя крепления И бросился вперед Но исповедник, который незамеченным стоял за спиной Эйкона, высунул из рукава маленький парализатор Он один на корабле имел право применить это оружие в случае чего-либо явного умопомешательства Молниеносным движением исповедник скинул руку Первое И вырубил лорда пилота Глава шестая Последние слезы Второе И вырубил лорда Эйкона Глава седьмая Жертвенный Огонь Ага, тут типа разные произведения типа разветвляются Ну ничего себе Ну ничего себе, ничего себе Мы типа выбираем сторону Две концовки Мы выбираем сторону, ребята Какую первую сторону будем читать Глава шестая Типа Исповедник вырубает Вариативность Ооо Прикинь какая халява Далее додумать не надо Ха-ха-ха-ха Да по очереди го Да, я тоже думаю, что по очереди Нормальный финал Читай по порядку Да, по порядку будем читать Само собой вырубил лорда пилота Лорд пилот чё-то Быканул Это ты вот такой Пау-пау-пау Пасос Вырубил И всё